Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вычитать обыкновенные дроби. Итак, минус 3,14 минус 0,75. Вы скажете, да, это же десятичное. Но мы с вами можем проделать следующее. 0,75 это 75 сотых. Сократим на 25, получим 3 четвертых. И наш пример приобретает вид минус 3,14 и минус 3 четвертых. У обоих чисел знак минус. Ставим знак минус и числа складываем. Получаем минус 3 целых. 1 четвертая и 3 четвертых это 4 четвертых. Равняется. 4 четвертых это 1 целая. Да еще 3. Получаем минус 4. Следующий пример. 5 двенадцатых минус минус 1 двенадцатая. Итак, получаем минус на минус это плюс. 5 двенадцатых прибавить 1 двенадцатую. Получаем 6 двенадцатых. Сокращаем на 6. Это 1 вторая. Следующий пример. Минус 4 девятых. И минус 2 третьих. Запомните раз и навсегда. Работать с примерами, пока знаменатели разные, мы не имеем права. 9 делится на 3. Дополнительный множитель 3. Первое число переписываем. Минус 4 девятых. Минус 2ажды 3 это 6 девятых. Ставим общий знак минус, потому что у нас 2 минуса. И числа складываем, будет 10 девятых. Выделяем целую часть. Как выделить целую часть? Ставим знак минус. От 10 9 можно отнять 1 раз. Значит, 1 целая. И остаток будет 1. 1 девятая. Далее. Рассмотрим еще один пример. Минус 7 пятнадцатых. Минус скобка в скобке минус 2 пятнадцатых. Минус на минус дает плюс. Значит, минус 7 пятнадцатых мы переписываем. Плюс 2 пятнадцатых. Числа с разными знаками. Ставим знак минус. И от большего отнимаем меньший. Получаем 5 пятнадцатых. Можем сократить на 5. Получаем минус 1 третья. Далее давайте мы рассмотрим числа, содержащие смешанной дроби. Итак, минус 1 целая три восьмых минус 1 четвертая. Мы с вами уже говорили о том, что если мы видим, что у нас знаменатели разные, то работать нельзя. Итак, 8 поделить на 4 это 2. 2 это дополнительный множитель ко второй дроби. Минус 1 целая три восьмых. Переписываем. Минус дважды 1 это 2. Дважды 4 это 8. Числа с одинаковыми знаками. Минус и минус. Ставим общий знак минус. И числа складываем. 1 целая пять восьмых. И последний пример. 1 целая пять одиннадцатых. Минус 2 целых три двадцать вторых. Опять мы говорим с вами о том, что если знаменатели разные, то работать нельзя. 22 поделить на 11. Дополнительный множитель к первой дроби это 2. Итак, 1 целая. 5 умножаем на 2. Это 10. 11 на 2. 22. Минус 2 целых три двадцать вторых. И нам уже хочется поставить знак минус и от большего отнимать меньше. Но тут двойка, тут единица отнимается хорошо, а вот от тройки десятка не отнимается. Значит, мы должны переписать пример еще раз. Итак, 1 целая десять двадцать вторых. Минус теперь уже не 2, а одну целую. И складываем числитель со знаменателем. Получаем 25 двадцать вторых. Вот теперь ставим знак минус. И от большего отнимаем меньше. 1 отнять 1 это 0. 25 отнять 10 это 15 двадцать вторых. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...